Перед началом видео предлагаю вашему вниманию канал под названием Ахна. Там вы найдете атмосферные стримы по играм Ark Survival Evolved, World of Tanks и Destiny 2. В наш любимый Ark автор любит поиграть на серверах с веселой компанией. Вы увидите всю жизнь Трайба, включая походы на альфа-боссов, Вознесение и многое другое. Я сам периодически заглядываю к нему на стрим. Подпишись, бро, он будет рад. Ты че голый тут по телевизору нельзя. Всем привет, друзья! У микрофона Дмитрий Павлович, и мы продолжаем играть с модом Elemental на карте Вальгуэро. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто услышал меня в прошлом видео и поддержал его лайком и комментарием. Надеюсь, мне это поможет. Да и огромное спасибо всем, кто на постоянной основе это делает. Ребята, от души вам от души большое спасибо. Ваши лайки и комментарии помогают моим видео подниматься в поиске. Я надеюсь, что меня будут видеть новые зрители и канал будет постепенно расти. Давайте посмотрим, кто сегодня попал на доску подписчиков. Рома Колодинский, Анатолий Лапушкин, Фига Фига, Савок Комикс, Диазвул. Спасибо, ребята, за вашу активность, за большое количество комментариев под разными моими видео. А имена для Дину мы, как обычно, даем в конце серии. Как вы помните, в прошлые выходные у нас состоялся стрим, на котором, во-первых, поставили теплицу. Вот такую, в которой я высадил все семена из мода. Как минимум по одной штуке здесь точно растет, а какие-то, может быть, даже и по две. Во-вторых, сгоняли к вивернам и украли еще несколько яиц. Поставил, наконец-таки, я столик и скрафтил воздушную манту. Крафт оказался очень дешевый и доступный. И появился у меня вот такой шикарный друг Диплокаулус, который позволил мне без акваланга сплавать в подземный океан и добыть черный жемчуг. В этом столике для нас доступно несколько крафтов-существ, которых мы можем уже прямо сейчас, наверное, скрафтить. Тут, видите, они... Крафты недорогие. Вот, например, воздушная манта. Где она? Вот она. Всего лишь 100 водной эссенций и всего лишь одна эссенция элементальная Pure. То есть, ну, одно ДНК, грубо говоря. Но есть и рецепты, которые сейчас нам будут недоступны, потому что для начала нужно будет кое-каких существ убить. Я вот думаю, может быть, сейчас скрафтить какую-то птичку еще, да, помимо манты. Мне почему-то хочется именно Nature. Nature птички есть Mossbird и Tiny Mossbird. Tiny, я так понимаю, это что-то маленькое, да. Здесь люминесцентная природная эссенция нужна и одно природное ДНК, да. А здесь нужно 5 Latin Bird Light и одно ДНК. Но ДНК-то природное мы найдем, да. У нас тут кто-нибудь есть природный неплохой. Вот, на самом деле, я не помню, каким был вот этот Раптор природный. Но он, по-моему, был немаленький, там 130+. Всего лишь две штучки, к сожалению. Latin Bird Light. Latin, это, по-моему, фонарь, да, переводится? Птичий свет. Ну, короче, неважно. Свет, птички. У нас их всего лишь две штуки, а надо еще три. Почему-то мне казалось, что я больше их убивал. Ну, в общем-то, окей. Нам нужно, получается, еще три штуки добыть. Мы этим займемся в этой серии. И давайте еще одно яичко выведем. Poison, Poison, 20-я, 185-я Poison Viverna. А Poison, это будет природное, насколько мне сказали. Окей, доверимся и выведем ее. Инвентарь выбрасываем. Сколько? 6 минут 37 секунд. Для тех, кто не знает, ДНК получается вот таким вот шприцом. Вот я вот сделаю. Блин, я каждый раз его вижу. Он такой ржачный, он огромный. Я думаю, мало кому захочется, чтобы к нему с таким подошли. У нас есть топовая анкила, и сейчас я им не буду пользоваться. Я его использовал между сериями, чтобы добывать обсидиан в зиме и металл. И, кстати, я добыл даже немного нефти там. Можно сейчас попробовать добыть. Ну-ка. Да, одна Pure Leasing Elemental Essence. И, смотрите, появился дебаф справа вверху, если нажать H. This creature has been great. Короче, он на вот это вот количество секунд, он стал слабее, я так понимаю. 3584 секунды. Это очень долго. Но зато у нас есть топовая 150-я ДНК. Кстати, возможно, что ДНК будет равняться прокачке существа. Надо посмотреть. Уровень 224. Да, возможно, даже уровень прокачки. Осталось 10 секунд. Блин, я надеюсь, что будет их 2 или 3. Потому что, ну, теперь вот я реально надеюсь, что их будет много. Потому что мне нужно добывать вот эту эссенцию. Не знаю, насколько много мне надо этой эссенции. Одна штука. К сожалению. Не знаю, насколько много мне этой эссенции понадобится. Ну, по крайней мере, по одной штуке на каждый крафт уж точно. Почему она до сих пор ядовитая? Она, по идее, должна быть Nature Viverna. Но она тупо обычная. Здесь не может быть на этой карте обычных виверн, как мне объяснили. Ну да, смотрите. У нее окрас природный. Давайте я все выключу. У нее тупо природный окрас. Зеленый с коричневым, да, переплетенный. И вот лягушки природные. Абсолютно то же самое. Значит, это Nature Viverna. Включаем обратно. Кстати, если вы нажмете на блок, вот справа на клавиатуре, а потом единичку, то дальние названия Dino, они будут пропадать. И как только будете подходить, видите, они будут появляться. И в таком же порядке это все отключается. Ну, кормить мне ее нечем, потому что молока у меня нет. Пусть сама по себе растет. На не, не даст ей умереть, я надеюсь. Ну, пока что отправимся на сбор нужных ресурсов. Черепа Джербу оказалось собирать проще всего. Они практически тут на каждом шагу. Спавнится по две, по три штуки. Только. Кстати, не понял. А, все, все, все. Она не то чтобы летает, но может на какую-то глубину опуститься. Ну, получается, она может тупо бегать вдоль берега. Кстати, была воздушная выдра, я ее здесь давно видел. Но она не топовая. Мне кажется, я нашел. Да. Это стопудово птичка. Ну-ка. Отдай-ка мне свой свет. Одну штучку. Еще одну птичку вижу. Все, мы нашли, где спавнятся птички. Давайте еще разочек. Есть. Есть. Еще одна. Здесь птички спавнятся прям очень хорошо. Тем, кому интересно, это у нас координата примерно 68 на 52, наверное, что ли, да? О, виверна подросла. Какой у тебя рост? 70%. Уже скоро вырастет. Я думаю, ну, минут еще 15, может, 20, не больше. Давайте с раптора возьмем. Фиг с ним. Все равно стоит. Опа. Нет. Не взялось, что ли? Еще раз. Надо поближе, что ли, подходить. Есть. Взяли. В общей сложности у меня уже 29 черепов джербуа. Уже по-любому одного босса можно вызывать. Так, порох я сюда выкину. Ну, только я не знаю, на ком драться с этим боссом. Ну, видимо, надо тоже смотреть по элементу. Закидываем сюда чистую эссенцию. Нет, не можем. Только одна чистая эссенция может быть внутри. Окей. Внутри инфьюзера. Закидываем так. Так. И мы можем крафтить. Правильно? Правильно. Крафтим. С крафтеля. Давайте выпускать и посмотрим, что у нас получилось. Ис накрыл. Только здоровенный и природный. Мосс лайт. Выглядит круто. Заряд у него, видите, копится. Ладно, давайте прокатимся. Без седла. На него можно поставить? Нет. На него только на голову что-то можно поставить. У нас есть какая-то броня? Да у нас нихрена нет брони. Давайте что-то сделаем, наверное, да? Раз в жизни. Раз в жизни скрафтим какую-нибудь броню. Ну, допустим, допустим, металлическую. Вот эту. Себе не крафчу, птичке крафчу. Оденется же. По-любому оденется. Да. И здесь не отобразилось. Я боялся, что у него появится эта каска. Но здесь не отобразилось. Ладно. 8 500 хп. 1680 запас заряда. 1429 регенерация. 630 вес. 564 радиус. У него есть скорость 230. По-моему, какой-то из этих показателей отвечает за урон. Вот только какой. Урон. Да. Вот он. Урон. Вот он. Радиус излучения заряда. Погнали, полетаем. Летает очень быстро. И смотрится круто. Прямо реально круто. Все нормально. Нигде ничего не торчит. А то бывает такое в некоторых модах. На левую кнопку. Просто клюется, да? На правую. Создает облако. Типа как бабочка. На С. Ничего. Х. Альт. Контрол. Ничего. Пробел. Видимо, он садится. Логично. Логично. Давайте смотреть. Что делает это облако? Попал? Или не попал? Какое-то оглушение там копится в небольшом количестве. Не факт, что от меня. Урон маленький, но оглушение довольно-таки большое копится. Это удобно. 554. Соответственно, его еще можно и прокачать, да? Наверное, это оглушение. Видимо, оно вместе с уроном. Ну, по идее. По идее. А если я просто укушу? Бам. 216. Тут просто идет урон. Оглушение не копится. Окей. Ну, что тебе добавлять? Ну, я бы поначалу все-таки ХП добавлял. Поначалу ХП, не дай бог, голем. Ну, его нафиг. Ох, лучик просрал. Пока что разбирался в уроне. Профукал луч. Наверное, все-таки надо электрическую еще птичку крафтить. Потому что это чисто усыпляльщица, я так понимаю. Урон очень маленький. Прям вот мини. Мини урон. Здесь они, смотрите, взрывы какие устраивают. Из-за того, что они вдвоем. Надо, наверное, отлететь. Жестко, жестко. Хочу убить еще трех яснокрылов и скрафтить еще одну птичку. На этот раз Тандер. Ну, получается, штормовую. Сбор электроники никто не отменял. Как же слабо она бьет по обычным Дино. Надо было, наверное, все-таки сначала штормовую птичку крафтить. А потом уже усыпляющую. Немного я поторопился с ней. Да, наконец-то. Наконец-то. Дайте завалю. Я еще тебя убивать буду додолго на этой птичке. Двадцатая всего лишь. Уже красненькая. Есть. Одну добыли. Одну добыли. Да убивайся. Тоже двадцатая. Да убейся ты емае уже. Я не попадаю тупо. Тупо не попадаю. Но это вообще нормально. Это законно вообще. Есть. Раз. Два. Добыли вторую. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У меня стреляет голем. Да? Правильно же? Два раза по тысяче прилетело. Охренеть. Сто пятьдесятый. Как же долго я его буду убивать. Но мне все равно. Есть. Птичку посадим к птицам. Куда-то вот сюда. Отлично. У нас выросла верно. Правильно? Правильно. Сто восемьдесят пятая. Пока что ей надо отхилиться. И отхилиться так довольно-таки круто. Отдать ей немного мяса. Кладем сюда пять латтерн бортлайт. И эссенцию, которую мы добыли из анкилозавра. Анкилозавр топовый, напоминаю. И сейчас он 224. Делаем штормовую. Пожалуйста. Ставим сюда. Вызываем. Смотрится. Ну, примерно так же, надо сказать. Кстати, им можно же свет включать. Правильно? Правильно. Я, пожалуй, тебе дам, наверное, вот эту штуку. Надо было и той птичке дать. Я вот не помню, давал я или нет. Полетели, попробуем тебя. О, вот это скорость. Вот это скорость. Вот это я понимаю. По остаткам 10-350 хп запас заряда. Ну, соответственно, это стамина. 2-280. Регенерация 1667. Вес 492. И урон 583. Ну, примерно, мне кажется, все то же самое, что и у той птичке. Только здесь мы будем сразу качать урон. И сразу его попробуем. Удар. 835. Ой, как хорошо. Сразу же миска еще. Еще один уровень. Хп пока что. Ой, хп тоже хорошо качается. Правой кнопкой. Нормально. Какое-то облако, которое бьет по 835. Это очень сильно. Я хочу найти кого-нибудь жирного. Вот толпа. Жесть. Она просто аннигилятор. Это птица. Она аннигилирует. 5 уровней. Пока что в хп. И подхилить? Нет. Так ее хилить можно до утра. Облако небольшое. То есть, видите, ни до одного стега не достал. Урон по обычным. Обычный. А вот обратка мощная. Вообще мощная. Он попытался меня ударить. И тут же откинулся. Рекс. Правой кнопкой. Три раза по 835 прилетело ему и все. Я вот не пойму, получаю ли я опыт, когда вот так вот облаком убиваю. Да. Вот как получил. Кулдаун практически отсутствует с этой атакой. Ой, ой, ой. Это было больно. Это было больно. Так, еще ронечку. Вот так. Блин, я тоже получил. Жесть. Так, себе мы прокачаем, наверное, кислорода еще. Птичка у меня практически убитая. Хорошо, потестили пока что на базу. А то мы ее можем профукать. Смотрится круто. Ну, как и все диново в этом моде. Пора уже что-то для воздушных придумывать тоже. Уже видите, как много у меня летающих накопилось. Стоят кучкой просто в одном месте. Посмотрим, что у нас по овощам. Потому что пора уже делать хилки. Здесь что? Здесь наркобери. Это я в эту грядку загляну. Вот она. Вот азулбери. 186. Нормально. Нормально. Стоун наркобери. Тоже 180. Если везде по 180, то... Нет, не везде. Здесь 31 штука. Видимо, оно медленнее растет. Здесь 30. Да, да. Видимо, там, где ягоды, там много. Там, где овощи переделанные, там мало. Здесь что? Здесь аэр амабери. Почему-то только 8. Почему? Видимо, это какая-то редкость. Здесь 189. Здесь 188. Интересно, что это за такой неравномерный рост? Здесь морковочка. Мы сможем приручить эквуса теперь. Нет, не то забрал, не то. А это обратно, это сюда. Все, в огород сходили. Нормально, пойдет. Дома темно, пару фонариков мы сделаем. Я пока что на всем стараюсь экономить. Потому что мы еще один мод вообще не смотрели. Напоминаю, вот этот вот, связанный с роботами. И здесь очень интересные крафты, которые... Вот видите, здесь крафтятся элементы, а из них крафтятся все остальное. Насколько все это дорого, я пока что не представляю. Поэтому стараюсь ресурсы не терять. Стараюсь таскать, вот видите, от бобров цементную пасту. Дерево вот притащил. Видите, сколько цементной пасты. Стараюсь накопить, наоборот, ресурсы, чтобы начать изучать этот мод. Вот, начнем тогда отсюда. Здесь фонарь посередине. Здесь тоже на такой же высоте поставим. Вот сюда, мне с головой его хватит здесь одного. Вот так. Тоже его включить. Нормально, весь дом освещен. И можно на балконе вот сюда поставить куда-то, чтобы он освещал мне двор. Ну что, самые маленькие хилки, да, надо делать, наверное? Они самые дешевые. Сделаем штучек 10 и посмотрим, насколько хорошо они работают. Ой, как они медленно крафтятся. Ну ладно, будем ждать. Ладно, разорюсь. Сделаю себе нормальную броню. А то хожу, как лошпед. Давайте вот так вот сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Одна штука сделалась. Окей. Хочу кое-что потестить прям сходу. Так, где? Виво. Пол хп. Видите, справа вверху видно, что пол хп. Попробую прожать из быстрого инвентаря. И подлечил я кого? Видим из себя. Понял. Значит, так оно не работает. Окей. Окей, смотрим вторую. На вот тебе. Прожимаем. Еще раз. 18 600. Прожимаем. Нет, пока не можем. Давайте добавим хп. Прожимаем. Да, два захода, где-то по 3000. Окей. Дождался утра, скрафтил немножко хилок. Погнали, обкатаем ядовитую. Да, так хочется сказать ядовитую, но это виверна природная. Здесь написано ядовитая, но вот видите, с нее даже вот листики такие летят. С электрической стандарной, с штормовой летит электричество во все стороны. С аргента там, с терра, если обратите внимание, по чуть-чуть такие. Вот с нее летят листики. Немного ей подкачал здоровье, но вы это видели. Выносливость 770 очень мало. Веса много, 1249. Урон 750. Мне это ни о чем не говорить, но зато у нее есть стопроцентная привязка. Так, попробуем кого-то куснуть. Крокодила, 1400. Ну, потому что он каменный, судя по всему. Давайте здесь. Я даже не понимаю. 760 по обычному Дину, да? Огненный. 390. Стреляет она. О, у нее нет. Вот это как у воздушной. Она вперед-назад не может летать. То есть, как будто бы дали большую маневренность. Просто обычной. Виверни. И придется еще приноровиться, чтобы попадать этим плевком. Ну-ка. На-те вам. Подарочек. И что? Ну, она оглушает, да? Наверное. Не удалось посмотреть. 682. Что с терезиной? Он практически оглушился. 1600 оглушения. Ну, нормально. А у меня закончилась выносливость. Не вовремя. Надо сказать. Вообще не вовремя. Выносливость надо качать очень серьезно ей. Да, вот этот момент, что она, во-первых, стрелять-то неудобно, да? И вот этим плевком надо целиться. Ну, хотя бы оставили, как у воздушной, чтобы она вперед-назад могла летать. Но нет. Она максимально неудобная. Единственный у нее плюс, это вот, что она довольно-таки поворотливая. И видите, какая фигня. Когда от обратного урона умирают, опять же, мне не дают никакой опыт. Вот это печально. Это очень печально. Вот как попадать в кого-то? Допустим, я хочу в грифона попасть. Это вообще практически нереально. Ну, вот как? Третий заход. Нет. Четвертый заход. Тоже нет. Короче, он меня сожрет раньше. Есть. Попал. Наконец-то. Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь ружье уже, наконец-то, или арбалет? Нет. Седло. На Аронео. Причем. Очень-очень полезное седло. Скрафтил броню и забыл про нее напрочь. Давайте все-таки оденем. Своими делами занимаемся. А у Анкилова прошел откат. Давайте сразу возьмем у него еще эссенцию. Потому что она у него топовая. Я предлагаю чуть-чуть полетать, посмотреть топовых Дино разных элементов, чтобы собирать с них топовую эссенцию. Я думаю, даже не особо важно, какие это будут Дино. Но постараемся выбирать тех, кого еще у нас нет. Возьмем немного баранины. Я думаю, такого количества с головой хватит. И возьмем теперь уже овощей. Пока что картошечку нет. Ну да, картошечку, морковку оставим для Эквуса. Воздушный Карно. Девяностый. Нет, это мало. Сколько я по нему бью? Ну-ка, стой. По нему я бью 240, и он получает еще обратный урон. Значит, что воздушных мы бьем сильно. Все нормально. Заодно подкачались. Теперь я буду уже качать урон его. Воздушный Рэкс. Какого уровня? 45-й. Помогаем тогда. Тогда помогаем. 45-й нам не нужен. Есть. Карно. Опять воздушный Карно. Опять 90-й. Да что такое? Почему все-таки 90-е? И опять трайк здесь тусуется. Ладно. Продолжим. Экзекуцию. Личилки я вот только забыл с собой взять. Постараемся это пережить. Ой, по мне попал. Гад такой. 85-й Карно. Воздушный. Помогаем. Главное, чтобы нас не забили. Давай, 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 давай. Не надо. Не обратно. Не надо. Давай, я хочу. Не успел. Не успел. Должен был я его забить. А получилось, что обратным уроном. Кстати, а будет ли он летать там в аберрации? Ну, навряд ли. Я, если честно, думаю, что не будет. Аккуратно со стороны. Ух ты. Водяной Барионикс. 55-й, мелкий. Как-то вот здесь вот аккуратно подлетаем. Потому что меня скинет седла, если он не может летать. Аккуратно, аккуратно. Там Барионикс. А здесь два Рекса. Вот так вот, да? Тэг 60-й и... И какой еще? Воздушный 55-й. Обоих. Обоих убираем. Опа, меня скинуло. Как я и говорил. Как я и говорил, что меня скинет. Давай, за мной. И меня скинуло. И он еще и не летает до сих пор. Давай, 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 за мной. Какого фига ты там сидишь? Он идет. Ты что, олень? Отвалите. Отвалите. Какого фига он идет пешком? Вот это мне вообще непонятно. Ты еще не можешь летать? Можешь. Можешь. Тут, кстати, два Рекса. Второй. А это тоже 55-й. Как странно. Как-то это странно. До свидания. 240-й я бью. Прибавим Иванчику. А тот 85-й. Он, видимо, сверху откуда-то спрыгнул. Присоединился. Торжество. Ну, давай. Ну, в принципе, эта птичка тоже может за себя постоять. Конечно, с трудом. Но может. Нифига не вижу. Что? Где? Он уже лежит. Добиваем. 145-й анкило там присоединился. Тебя, дружочек, тоже. Валим. О, уже по три. Уже по три. Ну, почему-то вот этот урон у меня постоянно 240. Я качаю, а урон 240. Странно. 145-й каменный Бронто. Блин, ну Бронто я не хочу каменного приручать. Я бы приручил электрического, да? Штормового. Он бы хотя бы ходил быстрее. Каменные, медленные. 150-й лозаур огненный. Вот это уже имеет какой-то смысл. Конечно, мы рискуем. Потому что мы получаем увеличенный урон от огненных. Но все-таки попробуем. Так. Урон пошел увеличенный. Но зато по нему пошло оглушение, да? Ой, как много. Как много надо оглушения, хотел сказать. Так, дай вылететь из-под тебя. Это больно. Это больно. Это очень больно. Я его не вижу. В этом облаке я его теряю. Сколько чего? 4 тысячи. А так гораздо лучше. Так. Не знаю, укусом ли или как. Но я накинул ему неплохо. А сейчас я его практически вырубил. Видимо, укус у меня тоже оглушает. Сейчас посмотрим. Вот он висит. Виси туда. Все нормально. Так. Держи. Держи. Нет, укус не оглушает. Мне почему-то кажется, что нет. Вот что оглушает. Вот это оглушает нормально. Сейчас он ляжет спать. Есть. Лег. Причем у него не полностью накопилось. Видимо, при накоплении 98-99% они все равно засыпают. Еда не сбросилась. Вот так вот. Вот это я не обдумывал. Вот этот момент. Ну, давай тебе штук 15 мяса положу. Давай 20. Чтоб наверняка. 150-й аргента с ледяной, ребята. 150-й. У меня уже два аргента есть, но 150-го я выпускать не хочу. Оу. Две виверны ледяных. Полетели за мной, пожалуйста. Еще не решил, что с тобой делать. Давай, полетели. Полетели. Куда-то сюда. Подальше от виверн. Жескач. Виверны это жесть. Особенно ледяные. Ледяные просто жесть. Ну, блин, ну что же ты? Давай. Так. Получил урон, и я тоже получил. Скорее всего, он уснет. Да? Или нет? Ну, рядом. Рядом. Вырубил. Вырубил. Иволчара. Иволчара, отвали. Отвали. Ну, капец. Гребаный урод. Все, мне обломал. Жалко, конечно, что аргент пропал. 150-й. Могли бы фармить с него эссенцию. 150-ю. Так, вот как аргенту, наверное, мне не особо нужен был. А вот фармить с него эссенцию было бы круто. Присядь, пожалуйста. Посмотрим лучик топовый. Так. Ох, вот это да, топчик прям, топчик. Надеюсь, в желтом что-то будет полезное. Винторез. Да, да. Наконец-то. Наконец-то винторез. Я, кстати, ботинки, да, сломал? Да, я без ботинок, но дома лежат новые. А, так вот она в чем сила-то. Я могу 2-3 облака сразу накинуть. И тогда начинается полная жесть. Смотрите. Все, я его вырубил. 12... 19 900. Вот оно как это делается. Я думаю, почему у меня то получается, то нет. 2-3-4 облака сразу кидаешь и все. Понятно, понятно. Есть. Наконец-то. Чуть-чуть буквально на нем прогуляемся. Я не думаю, что у него прям супер какие-то способности будут. Скорее всего, он будет более чем обычный. 5166 хп, выносливость 1055, вес 737, 370 урон. Ладно. Но он довольно-таки быстрый. На левую кнопку укус, на правую. Ничего, c, x, alt, control, ничего. Вот и все. У него просто укус, и если бы у меня была толпа лазавров, то было бы кровотечение. Но толпы у меня нет, у меня всего лишь один. Воздушный. Только напомни, что там у нас с воздушными. От огненных максимальный урон. Пожалуйста, 467. Шикарно. Шикарно. У него довольно-таки быстрая такая атака сильная. Иди сюда. По каменным маленький урон мы делаем. Ох, зато каменный по мне сильно бьет, да? Каменный по мне бьет сильно. Сильно, неприятно. Жалко, что мне за это увеличенный опыт не дадут. Так. Еще один каменный. Пожалуй, подлечусь и урончик у себя. Прикольный топовый алазавр с небольшой функцией поджигания. Больше ничего про него сказать не могу. Здесь предстоит моя вышка. Я уже один раз с нее снял, по-моему, 44, что ли, нефть. А сейчас 39. Вышки крайне невыгодные. Либо надо, я не знаю, сколько фукачить. Я вот уже играю часа 3. И за 3 часа 39. С учетом того, что база моя в 2 метрах. Ну что, ребята, пришло время раздать имена. Ледяная выдора теперь сапфир. Штормовой анкилозавр. Молния. Фемия мужского пола. Поэтому я выбрал имя Говняш. Воздушная виверна теперь Лимон. А огненная виверна получает имя Смаук. А на этом, друзья, серию закончим. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok